Мы воспользовались этим предложением и отправились на тест-драйв. Оценивать Lexus ES-250 будет финансовый аналитик и автолюбитель Руслан Валиев. После сигнала произнесите команду главного мира. Справка. Справка. Руль крайне четкий, то есть, как это принято называть, информативный, да? То есть, даже в узком месте я легко справился с управлением, в общем-то, чувствуя, где находятся бордюры, где находится граница съезда. То есть, проблем никаких нет. Если честно, значит, собираясь на тест-драйв, я совершенно никаким образом не готовился к поездке, не изучал этот автомобиль, не смотрел отзывы, не пытался сравнивать его с конкурентами. Просто пришел, увидел, сел и поехал. В этом смысле я, ну, покупатель такой, если меня представить как покупателя, то я спонтанный. Вот именно пришел, увидел и должен каким-то образом оценить. Чистота эксперимента в этом случае, я думаю, она наиболее даже, наверное, качественная. Отсюда вывод какой? Внешний автомобиль очень симпатичен. Кстати, он не кажется огромным снаружи. Внутри чувствуется, что этот автомобиль все-таки серьезный. Это бизнес-класс, где действительно много места и для водителя, и для переднего пассажира. И на заднем диване места тоже достаточно. Мы использовали режим сегодня простой, нормальный. То есть в спорт режим не переходили. При этом при нажатии педали газа в пол, как принято говорить, кикдаун, она довольно резво ускоряется. Подвеска чуть более жесткая, наверное, для автомобиля. Большого, если так можно сказать. Но опять-таки здесь дело вкуса, повторюсь. Кому-то нравится, кому-то нет. Лично мне, кстати, нравится. Я совершенно не против того, чтобы автомобиль чувствовал дорогу. И для водителя здесь все хорошо, и для пассажира. Поэтому автомобиль заслуживает внимания. Его нужно смотреть, изучать и, наверное, покупать. Если есть желание, соответственно, обладать именно таким автомобилем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова